Хочешь быть в курсе последних новостей туризма? Подписывайся на наш канал и ты будешь всегда знать, что происходит в отелях, что нового, что изменилось. Этот канал для вас. Подписывайтесь на него. Это вокзал города Кабулетти. Автовокзал, ЖД вокзал здесь рядом. Отсюда можно на маршрутке уехать в другие города. Также здесь находится рынок. Можно купить какие-то вещи. Здесь цены ниже, чем на набережной или туда дальше, к центру города. Купился такую лепешку за 1 лари 50. Очень вкусная с сыром. Не знаю, как она называется. В курсе здесь уже 2,39. Даже видел 2,4 был. Выше, чем в аэропорту или в курортной зоне. Там 2,38. Это ЖД вокзал. Красиво. Цены на фрукты здесь уже ниже. Дыни 1,3. В курортной зоне 2. Арбуз 0,65. Ну и все остальное. Цены ниже. 2,5. Вода питьевая от 1 лари стоит и выше. Боржоми 1,2 за литр. Напротив, видите, еще фруктовый рынок. Здравствуйте. Нет, Белоруссия. Давайте посмотрим, как хлеб пекут. Здравствуйте. 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 Пекут прямо в печке, там прикрепливают ее. Хорошие вообще. Топливо в Грузии стоит 2,35. Супер, премиум 2,23 и дизель 2,04. Евро дизель 2. Визит на около доллара. Это самая длинная улица в Советском Союзе. 11 километров. И здесь, как видите, заправка сразу. За 1 лари можно купить такую вот лепешку. Большую. Одну немножко ближе уже к морю. И арбуз уже по 70. В длине 1,5. Нектарины по 2. Хотя там было еще 65, 1,3 и 1,5. Мы вышли к морю, к набережной, опять к променаду. Променад этот тянется на протяжении 11-12 километров. Практически на протяжении всей дороги променады растут деревья. Можно спрятаться в тени. Есть зоны отдыха, стульчики, кафешки. И вот мы с вами выходим на набережную. Людей практически нету. Судя по всему, они только готовятся к началу сезона. Потому что везде идет активная уборка. Все чистят, убирают. Есть велосипеды на прокат. Стоят они 25 лари за сутки или 1 лари 20 минут. Променад. Вот там в дымке находится Батуми. Его, к сожалению, не видно. Но очень красиво он смотрится. Такой город-призрак. Прямо здесь на улице есть велосипеды. Тоже можно взять на прокат. Узнаете значок? Справочно-информационный центр. Посередине Кабулети находится крутое здание. Посередине Кабулети есть парк отдыха. Здесь есть аттракционы для детей. Детские площадки. Здесь хорошо. Игровая площадка. Зашли в другое кафе. Сравнить цены. Но цены такие же, как и в предыдущем нашем, в котором мы живем рядом. Вот вам. Ручные изделия и десерты. Для того, чтобы остановить автобус, необходимо махнуть рукой. Проезд, как правило, стоит 50 копеек. Надо отдавать без сдачи, потому что они не дают сдачи. И остановка происходит тоже там, где вам надо просто остановиться. И он останавливается. Так очень интересно. Такие автобусы останавливаются. Номер у него единица. Едет он по всему Кабулети и прямо до вокзала. В любом месте вы можете попросить его остановить. Он остановит. Оплата происходит после того, как вы выходите. Можно купить булочки такие. Они с мясом, с картошкой прямо в печке здесь выпекаются. Стоит 80 и 50 копеек. Очень вкусный. Однозначно рекомендую вам попробовать. Такая продавщица нам. Вот она. Булочка с картошкой. Такая уже с мясом. Очень вкусная. А вот с мясом. Это другая выпечная. Здесь вот мы берем такую штуку уже с фасолью. Вот, смотрите, какая она красивая. Сейчас попробуем. Ну, все в местных печках таких. Очень калорийно все готовят. Если вы хотите доехать до Батуми или до какого-то крупного города, вы можете сесть в маршрутку. Она по заполнению стоит лар 50 и вы будете на месте. В любом месте тоже можно попросить, чтобы остановилось. Вот такие. Здесь написано Батуми. Здесь Кабулетси. Хотите на отдых в этот тур или другие? Мы вам поможем. Закажите звонок у нас на сайте и мы перезвоним вам. У нас есть удобная система онлайн оплаты и бронирование для самостоятельного подбора туров по лучшей цене. Ждем вас в наших офисах. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. С вами был Лысинок Евгений. Субтитры сделал DimaTorzok